На непростой период, связанный с пандемией коронавируса, у нас в стране запускаются новые проекты, в том числе исторические фильмы, рассказывающие о великих людях нашей страны, открывающие новые страницы нашей истории. Полным ходом идет реставрация старейшей киностудии в Центральной Азии. В двух фильмах разрабатываются новые законы, положения, облегчающие процессы кинопроизводства, в частности, были приняты концепции законов о кинопотографии, и хотел бы сегодня тоже немного отметить об этом. В рамках развития и в целом кинотуризма было принято решение президента об внедрении в Узбекистан программы частичного возвращения субсидий международным программам, это, вы знаете, программа «Ребейк», когда затраты, сделанные зарубежными кинопроизводителями на территории Республики Узбекистана, возвращаются в размере 20%. Эта программа у нас уже активно запускается, и несколько таких проектов, они уже были профинансированы таким образом. Еще раз хочу повторить, 20% компенсируются за умершим кинопроизводителям из бюджета и субсидий Республики Узбекистана. Конечно же, делается очень много также в сфере образовательных программ для наших творческих молодежей. Для увеличения памяти самоотверженных деятелей национального кематографа на недавно состоявшейся встрече с нашими деятелями киноискусства сторон нашего уважаемого президента было предложено назвать нашу образовательную школу практически в каждом регионе именами таких всенародно любимых актеров и актрис, кинодеятелей, таких как Розан Хамраев, Шкур Бурханов, Набир Рахимов, Хамзам Муаров, Путифанов и Санус Афганов. Как вы знаете, Узбекистан – это страна удивительно разнообразная, богатая на исторические и культурные памятники, ландшафтные локации, что, конечно же, позволяет нам наладить в очень широком объеме международного сотрудничества в области кинопроизводства. И это не только может повысить имидж нашей страны, но и привлечь также финансовые инвестиции, а также сыграть большую роль в развитии нашей экономики. Также в последние годы по всей стране возрастает интерес к мероприятиям, как кинофестивали, кинорынки, кинофорумы. И мы сейчас работаем над тем. Спасибо Федору Свердоровичу. Он разработал очень серьезную программу, которая готова восстановить такой традиционный ташкентский кинофестиваль. Я думаю, что в ближайшие годы тоже сможете участвовать в этих мероприятиях. В целом, я хотел бы сказать, что сегодняшнее мероприятие это яркое подтверждение тому, какое внимание уделяется нашей стране киноматографии. Я думаю, что у нашего кино, как мы знаем по сегодняшней повестке дня, есть не только яркое прошлое, и настоящее кино, но и будущее, которое мы все вместе смотрим с большой надеждой и верой. Позвольте еще раз вас поздравить с наступающими праздниками, с Новым Годом наступающим, и надеемся, что в будущем году мы сможем с вами чаще видеться не только на мероприятиях, но и на премьерах новых, значимых кинофильмов. Спасибо.